Вот была реальная история. Сорвали свадебное празднество, потому что со стороны жениха родственники говорили, хотим бараний плов. А со стороны невесты говорили, закажем куриный. В итоге приносят еду, и половина гостей уходит. А ещё, как бывает, знаете, я это не придумал, в Мидлендсе реальный случай. В день свадьбы как получилось? Кстати, на свадьбу так наряжают народ. Жениха, как Аладдина нарядили. Ботинки, как у Аладдина, с закрученными. Носами. Парень даже идти нормально не может. В этих ботинках нет даже стельки. Прямо голое дерево. А ещё и гвозди торчат. И парень идёт вот так вот. А штаны знаете какие узкие? Один раз ногу поднял, второй раз поднимать уже не захочет. Чтоб срамоту не увидели, потому что они порвались. Да и сёстры тоже. В день свадьбы выглядите вы как куклы. Даже двигаться нормально не можете. Каждое движение боль причиняет. Бедные сёстры идут на высоких хаблуках и думают, о боже, когда же это закончится. А платье такое длинное, что думаешь, как бы не наступил на него никто. Вас заставляют всю эту модную ерунду надевать. Каких только глупостей не происходит на свадьбах. Кусочек еды жених взял, чтобы в рот жене положить. И немного капнула на её одежду. И она ему знаете что говорит? Разозлилась так. Говорит ему «Извиняйся». Извиняйся. Говорит «Да, извини, извини». Говорит «В микрофон извиняйся». Реальный случай. Реально было, я поверить не мог, когда это случилось. И он, знаете что, упаси Аллах, конечно, глупо он поступил. Он встал и сходу произнес три развода, чтобы от нее избавиться. Серьезно. В 2018 году это было. И когда это произошло, все были в шоке. В шоке были. Она говорит, перед всеми в микрофон скажи. Он такой, типа, мне стыдно перед всеми говорить. Она, мол, мне тоже стыдно перед камерами. Глупость, короче. И часто люди по-глупому себя ведут из-за того, что держатся за какие-то глупые обычаи. Осторожно, особо не пытайтесь переубедить человека, для которого важны традиции и обычаи. Ислам истинно, знаю. Ты, конечно, прав. Но они ставят свою культуру выше, чем ислам. Такие люди переживают о том, что скажут люди. У них все построено на том, что скажут люди. Вот, например, индийцы из Бангладеша, когда свататься идут. Вместо того, чтобы взять 1-2 килограмма сладостей, они берут 20 килограмм. Хочется сказать, ты хочешь, чтобы семья от диабета умерла, что ли? Ты убить их хочешь? Нет, нет, нет. Надо показать, что мы можем себе позволить. Да еще имя пускай там будет мое написано. Что? Ты еще и деньги тратишь на то, чтобы там твое имя было. Будь скромным, трать меньше. И будешь счастлив. В общем, любая свадьба станет куда проще, если ты сам будешь ее упрощать, придерживаясь сунны. И вот вы теперь, аль-хамду-ли-лях, поженились. Свадьба, угощение, все закончилось. Теперь надо думать о самом главном. О том, как сделать, чтобы брак продлился всю вашу жизнь. Все ищут любовь. И каждый думает, что знает, что это. Любовь – это не говорить, я тебя люблю. Любовь – это не 14 февраля. День Валентина. О боже, о боже, мне розы подарили. И типа это любовь. Любовь – это, это когда ты регулярно выполняешь обязательства перед кем-то. Снова и снова. На протяжении долгого времени. Вот что такое любовь. Точнее, это создает любовь. Если хотите найти любовь, то соблюдайте свои обязательства к жене или мужу. Снова и снова. На протяжении долгого времени. Вот это любовь. Любовь не зародится просто так. А то люди думают, у нас была классная свадьба, она красивая, он красивый, то-сё. Поэтому у нас все хорошо будет. Нет, извините, не эта любовь рождает. Любовь – это выполнение обязанностей по отношению друг к другу. Снова и снова. Регулярно. То, что вы делаете друг для друга. И из мелочей, и большие какие-то вещи. На протяжении долгого времени. Вот это и есть любовь.